Сына и Святаго Духа. Многие народы празднуют. Разные праздники. Как правило, они относятся к каким-то очень важным событиям. От древности евреи перешли через Красное море и были спасены от погони, которую устроил фараон. Погибли все войска, которые он послал, чтобы вернуть израильский народ в плен. И они празднуют до сих пор. Другие празднуют День Победы над врагом. Это хорошие праздники. А мы, христиане, праздуем совершенно необычный праздник. Удивительный праздник, который логически не поддается никакому объяснению, потому что наши глаза, наш мирской ум никак не может понять, что это празднуют христиане. Ведь ум показывает, что человек умирает, его кладут в гроб, зарывают в землю, потому что иначе смердеть будет, невозможно дышать. Сквозь толщу земли этого запаха нет, и все. И нет человека, сгнил. А тут говорят о каком-то воскресении. Странные люди. И несмотря даже на то, что у древних пророков было сказано о том, что человек воскреснет, в конце концов, даже среди евреев верующих были так называемые саддуки, которые не верили в воскресение, они верили своим глазам, все умирает, и собачки, и кошки, и лошади, и коровы, и люди заролят, и все, и нет, больше ничего. Они не верили в Слову Божью. И вот Христос нам показал реальность того, о чем говорили пророки. Он воскрес, и мы снова должны вспоминать, что Он нам тем самым принес. Он нам принес смысл жизни. Мы снова и снова обретаем Его. Потому что если жизнь кончается полным уничтожением, ничем, конец жизни, если только гроб и разложение, то жизнь просто бессмысленна. Она ничем не отличается от жизни любого животного. Какой бы умный человек ни был, какими дарованиями бы он ни обладал, если он умирает, и никогда больше не будет, значит, его жизнь была абсолютно бессмысленна. И мы прекрасно понимаем, что по сравнению с вечностью наша жизнь просто ничто. Как и говорит математика, любое, самое большое число по сравнению с бесконечностью, ничто. А если сказать про нашу жизнь, которая, как говорит царь Давид, 70 лет, а еще же в силах 80 лет, то есть в основном 70-80 лет средний уровень жизни, возраст, то по сравнению с бесконечностью это просто ничто. И весь род человеческий, можно сказать, просто не существовал на Земле, потому что эти тысячи лет, которые он существует, если по библейским данным чуть больше 7500 лет от Адама, ну это просто ничтожное число. И когда нас не будет, как биологический вид, так же, как динозавров не стало, ничего не изменится. Для чего тогда человек? Вот многие люди живут, и если они не знают о воскресении, о том, что их души бессмертны, они просто впустую проводят время, коптят небо, и больше ничего. Что бы они ни сделали в этом мире, они не выполнили главные задачи, ради которой Бог дал нам жизнь. Они не знают, что они бессмертны, что у них есть личность бессмертная, душа, которая обладает божественными свойствами разума, самосознания, творческими способностями, свободой выбора между добром и злом. И, наконец, вечностью, потому что Бог создал нас не для уничтожения, а для жизни. И для жизни вечной, а вот какой жизни, это мы сами выбираем. Но, тем не менее, для тех, кто хочет, это удивительный дар, который нам дал Господь Бог. Он дал нам точно знать, что все мы вечные, и созданы по образу Его, и, значит, как Бог вечный, и будем существовать вечно. И для христианина нет больше радости осознания того, что он не как скотинка живет, что он будет жить вечно и старается быть со своим Создателем, со своим Богом. А для этого он предпринимает какие-то усилия, он старается очистить душу свою, жить по заповедям своего Творца, делать добрые дела. И всем этим угодить своему Создателю и быть вместе с Ним в вечном Царстве, которое Он, как сказал, создано от сложения мира, для нас приготовлено. И когда мы празднуем этот день, мы еще раз напоминаем самим себе. Мы вечные, мы бесконечные, и мы должны жить вечно с Богом. Аминь. Христос Воскресе! Боистос Воскресе! Христос Воскресе! Боистос Воскресе! Христос Воскресе! Боистос Воскресе!